Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года, г., в городе Одесса, Украина. В семье на тот момент уже воспитывался ее старший брат Юрий, разница в возрасте шести лет. Впервые Тодоренко оказалась на сцене в семилетнем возрасте. Школьный театр «Балаганчик» вовлек юную талантливую девушку на десять лет. Уже после первых представлений она стала получать главные роли. В детстве театральные выступления Регина совмещала с вокалом и хореографией. Высшее образование Тодоренко решила получать в Одесском национальном морском университете на факультете транспортных технологий и систем. Кроме обучения основной профессии, студентка прошла курс немецкого языка и окончила школу автомобилиста, но вскоре поняла, что морской университет это совсем не для нее. Она бросила учебу, переехала в Киев и поступила на факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. 2007 год в карьере Регины оказался судьбоносным, ее пригласили в качестве ведущей конкурса «Золотая десятка». Там юное дарование заметила украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, которая и позвала Тодоренко на кастинг украинской фабрики звезд. В Киеве конкурсантка успешно прошла отборочный тур и уже в 2008 стала участницей коллектива «Рио Лоу» под началом Могилевской. В 2010 году фото Тодоренко и ее коллектива украсила дебютный альбом «Платье». Уже в следующем году пластинка получила первую награду «Золотой граммофон». В 2014 Тодоренко ушла в вольное плавание. Она не только исполняла песни сама, но и писала музыкальные композиции для многих звезд шоу-бизнеса, таких как Николай Басков, Ани Лорак и София Ротару. Первыми сольными треками Регины стали песни «Харт Эсбитен» «Ты мне нужен». В следующем году Регина попробовала себя в российском шоу «Голос». Певица с успехом прошла слепые прослушивания, исполнив песню ноченька украинской исполнительницы Тины Кароль. Из наставников повернулась только Полина Гагарина. Участница ее команды и стала Тодоренко, но до финала не добралась. 25 ноября 2016 года исполнительница открыла предзаказ на новый музыкальный альбом в iTunes, а в декабре диск «Файр» уже стал доступен для скачивания. В него вошли 13 композиций, в том числе и лирическая песня «Не обижу, я не обижу тебя». Это первая работа артистки в ее дискографии. В этом же году певица презентовала два музыкальных клипа на заглавную «Файр» и на «Ливерпул». В 2018-м Регина представила поклонникам новый клип на композицию «Ад и рай», которую исполнила в дуэте с Антоном Лаврентьевым. В следующем году певица записала коллаборацию с Владом Топаловым под названием «Часовые пояса», а в 2021-м выпустила видео на новую композицию «Ромчик». В 2014-м году исполнилась мечта Регины, которая грезила о далеких путешествиях и популярности. Тодоренко стала телеведущей туристической передачи «Орел и Решка». На краю света. Компанию певица составил Коля Серга. Регина сразу влилась в проект, и на экране это выглядело так, будто ей не впервой сниматься в программе. В 10-м юбилейном сезоне «Орла и Решки» зрителям вновь посчастливилось увидеть всех прежних ведущих Андрея Беднякова, Настю Короткую, Жанну Бадоеву, Регину Тодоренко, Лесю Никитюк и других. 13-й сезон передачи, выходивший под названием «Рай и ад», выдался для Тодоренко самым тяжелым. Когда ей доставалась золотая карта, Регина ни в чем себе не отказывала и отдыхала как королева. Совершенно противоположной по комфорту, развлечениям, едей и прочим благам ее ждал отдых, если монетка падала другой стороной. Ее соведущей тогда опять была Никитюк. Несмотря на трудности, Регина сохраняла хладнокровие, с позитивом преодолевала любые трудности и даже в самом неприглядном месте находила развлечения. В конце 2017 года телеведущая решила сделать паузу в творческой биографии. Она оставила проект и уехала в Америку, где поступила в Нью-Йоркскую академию кино на режиссерский факультет. В 2018-м артистка вернулась в шоу «Орел» и «Решка. Россия». В первом сезоне она была приглашенной ведущей, а в третьем и четвертом постоянно вела передачу вместе с Тимуром Родригезом. В 2018-м ведущая запустила собственную передачу «Пятница с Региной». Еженедельно студию ее шоу посещали знаменитости, среди которых Ида Галич, Алан Басиев, артисты импровизации, дуэт «Артик» и «Асти». С августа 2018-го программа была перезапущена уже на собственном YouTube-канале ведущей. Через два года число подписчиков канала достигло 1 миллион и видеоблогер получила золотую кнопку от YouTube. На телевидении в 2019-м стартовала ее авторская передача «Регина плюс один», в которой речь пошла о воспитании маленького ребенка. Труд телеведущей был оценен премией ТЭФИ в номинации «Лучшая ведущая утренней программы». С 2020-го Регина заняла одно из кресел судей увлекательного шоу «Маска» на канале НТВ, а в конце года приняла участие в проекте «Ледниковый период». Ее наставником и партнером стал знаменитый фигурист Роман Костомаров. Также в шоу появились Влад Топалов, Татьяна Татьмянина, Ольга Бузова и другие звезды спорта и шоу-бизнеса. В шоу «Тик-Ток» и «Талант», стартовавшее в 2021-м на пятницу, Тодоренко пригласили ведущей вместе с Романом Каграмановым. Николай Картозия, генеральный директор канала, рассказал, что это экспериментальный формат, а на международном рынке не существует аналогов. Главный приз 1 миллион рублей помимо участия в собственных программах, Тодоренко становилась гостьей других проектов. Например, в 2019-м на шоу «Осторожно Собчак» в беседе с Ксенией Собчак Регина рассказала о желании написать книгу «Конфликте с телеканалом Пятница», а также пренебрежительно высказалась о своей коллеге по ТВ Насте Ивлеевой в начале 2022-го. Регина порадовала своих поклонников песней «Бегуди», которую она исполнила вместе с Александром Ревой в новогоднем выпуске шоу «Маска». В феврале на экраны вышел третий сезон этого развлекательного шоу, где Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия Тимур Родригес составили группу жюри, а место ведущего занял Вячеслав Макаров. Попробовала Регина себя и в роли актрисы. В 2013-м она снялась в сериале «Пленница», через год в ее фильмографии появились эпизодические роли в лентах «Чарли» и «На одном дыхании». В спектакле «Заложи жену в ломбард», 2017, в театреуме на Серпуховке в Москве Тодоренко досталась главная роль. Ее партнером и возлюбленным по сюжету и сцене стал Влад Топалов. В 2021-м состоялась премьера мультфильма «Энканта» от Дисней. Голосом Регины в русском дубляже говорит главная героиня Мирабель. Коллегой Тодоренко по проекту стал Тимур Родригес, который озвучивал в мультфильме центрального мужского персонажа. В апреле 2020-го высказывание Тодоренко спровоцировало громкий скандал в сети. В одном из интервью она заявила, что домашнее насилие является в том числе и виной самой жертвы. Эти слова возмутили общественность. Однако гневными комментариями в соцсетях дело не ограничилось. Известно, что Регину уже лишили звания «Женщина года», которое она получила в 2019-м по версии популярного журнала «Глэмо». Кроме того, от сотрудничества со звездой отказались несколько крупных брендов, в том числе и компания «Пепсико». Вскоре после этого интервью Регина записала новое видео, в котором извинилась за свои слова и подчеркнула, что всегда была против любого насилия. Также Тодоренко намекнула на какой-то эпизод, который якобы произошел с ней в детстве и говорить о котором она, по собственному признанию, пока не готова. Тем временем на страницах артистки и ее мужа Влада Топалова в Инстаграме развернулась настоящая травля в адрес пары. Скандал подогревался и резкой реакцией Топалова, который в ответ на негативные комментарии разразился нецензурной бранью. Спустя некоторое время после произошедшего Регина выпустила документальный фильм о жертвах домашнего насилия. По словам телеведущей, она осознала, что относилась к этой проблеме ошибочно и несерьезно, но после проведенного расследования и интервью с пострадавшими женщинами изменила свое мнение. В 2022 телеведущая снова оказалась в центре скандала. Молодая писательница Дарина Мишина из Санкт-Петербурга заявила, что в течение двух лет работала для Регины над детской книгой о путешествиях, но оплату не получила. Мишина выложила первую главу в свободный доступ в сети, а пиар-менеджер Тодоренко заявила о намерении подать в суд. Однако судья отказал знаменитости, потребовавшей за клевету сдарены 8 миллионов рублей, в удовлетворении иска. Долгое время певица и телеведущая утверждала, что на личную жизнь у нее просто нет времени. В феврале 2016 года СМИ опубликовали фото исполнительницы вместе с загадочным незнакомцем, которого поклонники сразу определили как ее парня. Журналисты опознали мужчину и признали в нем продюсера и шоумена Никиту Трякина. Друзья звезд рассказали прессе, что Никита и Регина познакомились во время учебы в Киеве, но свой роман скрывали. В мае 2018 года стало известно, что Регина встречается с певцом Владом Топаловым, который не так давно развелся с супругой. Он состоял в браке с дочерью миллионера Ксенией Данилиной. Их союз просуществовал два года, детей не было, поэтому развод прошел тихо, без судов и раздела имущества. Позднее стало известно, что Влад и Регина познакомились в США во время репетиций спектакля Сергея Роста. Роман закрутился стремительно, и вскоре поклонники заметили изменения в фигуре телеведущей Тодоренко оказалась беременной. Первое время интересное положение не мешало появляться артистке перед фотокамерой в купальнике, но уже летом 2018 года своей формы она начала прятать в объемные наряды. Тогда же Топалов сделал Регине предложение. Это состоялось во время отдыха на Корсике. Телеведущая ответила согласием. В ноябре артисты продемонстрировали кольца на безымянных пальцах. Свадьбу сыграли в Италии летом 2019 года после рождения ребенка. На торжество они потратили 7 миллионов рублей. 5 декабря 2018 года Регина впервые стала мамой. Мальчик весом 3 килограмма 690 граммов и ростом 59 сантиметров появился в московской клинике. Счастливую новость сообщил поклонникам новоиспеченный папа-муж телеведущий Влад Топалов. Сына назвали Михаилом, но родители предпочитают обращаться к нему по имени Майкл. Не все гладко складывалось в личной жизни звездной пары. Регина неоднократно жаловалась подписчикам на трудности существования рядом со Скорпионом именно под этим знаком зодиака родился Влад. Тодоренко рассказывала, что без помощи мужа в моменты его отъезда ей сложно одной оставаться с ребенком и одновременно решать рабочие дела. Ее супруг упрям и не всегда идет на уступки. Одно время в сети ходили слухи, что пара развелась. Регина и сама публиковала посты, в которых рассуждала на тему сохранения брака. По признанию телеведущей, чтобы укрепить отношения, вместе с мужем она стала читать специализированную литературу и посещать семейного психолога. В январе 2022 в СМИ появилась инсайдерская информация о том, что телеведущая беременна вторым ребенком. Сама Регина подтвердила эту новость в марте 2022. Она также рассказала, что до этого пережила выкидыш. В июле Регина сообщила, что родила сына, причем роды проходили в присутствии мужа и ее старшего сына. Перед родами семья уехала на Бали, где и появился на свет второй ребенок Тодоренко и Топалова. А осенью знаменитость поделилась с подписчиками особенностью в поведении Майкла он стал отказываться от объятий. Психолог, к которому обратилась Регина, сделал вывод, что это признак тактильной гиперчувствительности. Однако поклонники уверены на настроение старшего сына Тодоренко сказалось появление в семье еще одного ребенка. На снимках в аккаунте в инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТа, которая признана в РФ экстремистской. Регина с удовольствием позирует как в повседневной одежде, так и в роскошных нарядах. На некоторых фотографиях макияж на ее лице полностью отсутствует, но молодая женщина уверенно себя чувствует, поэтому не стесняется его демонстрировать. В январе 2016 года Регина снялась в фотосессии для русского издания мужского журнала Мэксом, голая Тодоренко появилась на его обложке, а часть фотосессии телеведущая выложила в сети с пламенной подписью в адрес хейтеров. Также Регина обратилась к недоброжелателям, советующим девушке похудеть, и попросила разбираться с комплексами в собственных аккаунтах. При росте 167 см вес телеведущей составляет 55 кг, поэтому худеть в ближайшем будущем Тодоренко не собирается. Тема пластики в контексте обсуждения внешности Регины часто всплывает в сети. Сравнивая детские фото Тодоренко с ее нынешними снимками, пользователи интернета приписывают ей не одну встречу с пластическими хирургами. По мнению некоторых, ринопластику она делала как минимум два раза, также меняла форму скул и увеличивала губы. С последним утверждением спорить сложно, поскольку на старых фотографиях эта часть ее лица действительно выглядела иначе. При этом сама ведущая отрицает какое-либо вмешательство в ее внешность со стороны докторов. Не меньше пересудов вызывают и Тату Тодоренко, которое она делала в юности. По словам телеведущей, однажды рисунок на теле стоил ей отказа от роли. Во время съемок в передаче «Орел и Решка» во французской Полинезии продюсера уговорили ее сделать татуировку у местного прославленного мастера. Оказавшись со 100 долларов в кармане, она всячески экономила, чтобы сохранить деньги для этой процедуры. Но когда вышла от мастера, долго не могла прийти в себя. Рисунок получился кривым, да и эстетики в нем было мало. Из-за этого случая Регина долго не разговаривала со съемочной группой, которая настояла, чтобы путешественница испытала на себе мастерство татуировщика. В 30-летнем возрасте ведущая установила прозрачные брекеты. Как объяснила Регина, это обусловлено медицинским показаниями. Субтитры создавал DimaTorzok